ну и одна из наиболее применимых частей линейной алгебры по крайней мере для вас будет это разные факторизации матриц для того чтобы решать системы линейных уравнений и так далее подключим пакет линейный алгебру сначала загрузим его мы загружаем на случай если он не установлен естественно если у вас установлен то ничего не происходит то есть видите no changes произвольная матрица 3х3 случайная матрица сгенерим матрицу x и сгенерим вектор b все как делалось у нас раньше в результате мы при решении системы линейных уравнений должны получить x лу факторизация л это у нас нижняя треугольная матрица у верхняя треугольная матрица на самом деле лу разложение это для человека выглядит просто для компьютера достаточно неустойчивая задача для того чтобы задачу переформулировать в более устойчивом виде делают лу п факторизацию то есть у нас еще добавляется матрица перестановок естественно все это вы вручную можете делать написать программу но есть специальный оператор для получения функции лу матрицы а получается видите некий набор данных это у нас структура такая тип тип этого лу лу как называется тип и мы можем извлечь разные поля этого этой структуры вот таким вот образом это матрица перестановок п маленькая это вектор перестановок но да действительно значит тут 2 2 1 3 да так и есть вектор перестановок 2 1 3 л матрица она действительно lower нижняя матрица треугольная и верхняя треугольная матрица вот мы считаем решение нашего уравнения с помощью исходных матриц а и b а теперь мы с помощью нашей факторизованной матрицы получаем тот же самый ответ ну или определитель вычислим абсолютно одинаковый определитель получается другой тип факторизации это qr факторизация qr факторизация у нас для спектральной задачи то есть для поиска собственных векторов и собственных чисел матрицы qr это будет ортогональная матрица или в комплексном случае унитарная матрица а r это верхней треугольная матрица давайте посмотрим как происходит вот у нас такая вот структура получилось опять извлекаем объекты факторизации вот это у нас матрица ортогональная а это у нас верхней треугольная матрица ну мы сразу хотим узнать о действительно она ортогональная давайте проверим да да видим что она но с определенной точностью мы понимаем что считаем с определенной точностью но в минус 16 степени числа на не на диагонали а на главной диагонали единица да это ортогональная матрица ну и спектральное разложение матрицы матрица представляется а в виде в лямбда в минус 1 получается так что лямбда это диагональная матрица собственных значений а в это матрица собственных векторов ну соответственно в минус 1 это обратная матрица значит вот давайте построим симметричную матрицу симметризуем по большому счету нужно было еще пополам поделить но это уже мелочи и так вот получили спектральное разложение симметричной матрицы и вот у нас получили собственные значения и собственные вектора ну давайте посчитаем да действительно у нас получается вот опять единичная матрица кроме того вы будете встречаться с разными специфическими структурами матричными в части с разряженными матрицами кроме того вам нужно будет учитывать является ли матрица симметричной антисимметричной и так далее вот давайте построим матрицу 1000 на 1000 маленькая достаточно матрица симметризуем ее и проверим является ли она симметричной да она является симметричной и все операции симметричной матрицы весь набор операций которые работают симметричной матрицы и они более быстрые но предположим что мы матрицу получили не таким простым образом а высчитывали и мы знаем что у нас должна получиться симметричная матрица но у нас вкрадывается ошибка с плавающей точкой вот мы добавили шума симметричную нашу матрицу вот буквально в одно место и видим что она не симметричная а мы знаем что она симметричная и там небольшой шум есть для того чтобы более оптимально происходит происходили вычисления мы объявим эту матцию симметричной то есть матрица не изменится но она будет иметь тип симметричной матрицы это уже грубо говоря на вашу ответственность вы должны хорошо понимать что вы делаете давайте посмотрим как отличаются расчеты с использованием симметричной и несимметричной матрицы загрузили пакет бетчмарк тулс подключаем его что это за пакет вы помните что у нас есть макро стайл который считает время исполнения какой-то команды недостаток тот что у нас джулия это джит то есть она компилиция при первом запуске соответственно для того чтобы адекватно посчитать скорость выполнения нам несколько раз нужно запустить бенчмарк тулс у нас вводит оператор beti и он за нас эту работу делает многократно запускает нужную команду и так мы взяли симметричную матрицу и пытаемся получить ее собственные значения собственные вектора и так у нас 68 миллисекунд зашумленная наша матрица давайте посчитаем считаем считает считает ну я вижу что намного больше времени уходит и теперь наша же зашумленная матрица но которую мы считаем симметричной то есть мы присвоили эти симметричные матрицы соответственно вот у нас видите она считается точно так же как и просто симметричная матрица то есть для работы с симметричными матрицами у нас применяются определенные алгоритмы которые работают быстрее а для произвольной матрицы у нас более общие алгоритмы они работают на длине теперь давайте посмотрим работу с разряженными матрицами разряженные матрицы это те которые состоят побольше счастья из нулей и так давайте мы построим матрицу достаточно приемлемую миллион на миллион но эта матрица у нас трехдиагональная и посмотрим задачу на собственное значение так вот она считается смотрим за сколько она посчитается миллион на миллион матрица ну 536 миллисекунд 183 мегабайта затрачено ресурсов я хотел следующим пунктом сделать из разряженной трехдиагональной матрицы обычную матрицу и потом то же самое посчитать с обычной матрицей и посмотреть что получится вот я запустил но как вы видите меня постигла неудача потому что память на моем компьютере кончилась раньше чем сгенерилась матрица миллион на миллион поэтому разряженные матрицы очень полезны вообще джулия использует может использовать внешние программы лапак лапак или блас как нумпай для питона который является тем же самым реализацией лапака лапак числа могут поддерживаться самой джулии то есть она имеет у себя тоже достаточно большой набор этих алгоритмов и если нужно она будет обращаться к внешним библиотекам если не нужно то будет работать сама значит в джулию прикомпеляется openblast реализация бласа openblast там есть несколько возможных реализаций которые можно установить но у нас тут и стандартный openblast ну вот видите мы все то же самое что делали лу разложения для рациональных мы получили решение уравнения линейного получили вот поскольку рациональные числа округлять не надо получили точные единицы и так далее тут видите битинт используется еще добавок ну и вот несколько простейших указаний которые вы можете выполнить что мы будем сделать Продолжение следует...